Всем большой привет! Сегодня я покажу вам свои фавориты из косметики за весну, за зиму, и, наверное, они останутся фаворитами даже летом. Скажу сразу, что здесь нет ничего из масс-маркета, и это очень для меня странно, потому что обычно я не пользуюсь люксом, то есть я не люблю делать луки всякие разные, много накладывать теней и всего такого, вот эти драматик лук, это не для меня, но возможно это временное явление может быть нет, но при этом в последнее время у меня появилась какая-то странная любовь, и вы даже заметите, что любовь у меня появилась к определенному бренду, и возможно это связано с тем, что качество их косметики действительно меня радует, но ни для кого это не секрет, что их косметика все-таки это на высшем уровне. Ну, в общем, я начала очень много говорить. Тональный крем, мой любимый тональный крем, пожалуй, на сегодняшний день, и это второй мой такой тональный крем, Dior Forever, это стойкий тональный крем, у них еще есть Star, еще какой-то, но этот он стойкий, с этим кремом много нюансов, в том смысле, что, во-первых, его нельзя наносить на кожу сухую, в плане того, что если у вас есть какие-то шелушения на коже, то лучше используйте праймер, или используйте какое-то супер увлажняющее средство для того, чтобы эта тональная основа легла хорошо, красиво и правильно. Второе, это то, что очень сложно подобрать цвет. У них цветовая палитра не очень такая удачная, что ли, то есть я могу сказать, что, например, Maybelline и L'Oreal, у них значительно более подходящие оттенки для нашей полосы, и Dior, я не могу сказать, что очень легко найти цвет, у меня это оттенок 0,10, и это самый светлый, и при этом он действительно вот тон в тон подходит к моей коже. Если бы у меня был другой подтон, или хотя бы я была чуть более загорела, этот крем бы мне уже не подошел. А так как я в ближайшее время не собираюсь ни загорать, ни обгорать, ни пользоваться автозагаром, я все-таки решила, что этот крем я буду использовать и летом в том числе. Его я наношу пальцами, потому что ни бьюти блендер, ни кисточка не производит на моей коже такого эффекта, какое производит нанесение пальцами. Да, этот крем, если вы ищете крем без отдушек, крем для чувствительной кожи, то это точно не то, что вам нужно, потому что он достаточно парфюмированный, и это первый в моей жизни тональный крем, с которым я не пользуюсь пудрой. Да, я действительно не пользуюсь пудрой, потому что он делает кожу такой, какой должен делать кожу идеальный тональный крем. Я вот серьезно говорю, я не пользуюсь пудром, я не пользуюсь консилером, в общем, перфекто. Дальше это опять Диор, и это тушь Диор Эдикт Эдлэш. Я не с первого раза купила эту тушь, то есть я ее захотела, и я не была уверена в том, что я ее хочу, потому что я искала разные ревью на туши в ютубе, и, ну, в общем, в итоге я пришла к тому, что все-таки эта тушь мне нужна, и я совсем не пожалела, потому что она отличная, она очень стойкая, она очень хорошо работает на ресницах, и при этом она хорошо смывается, что очень приятно, когда тушь и стойкая, при этом она хорошо смывается, не нужно натирать глаза ни средством, ни мылом, ничем, чем вы не умываете. Дальше это Диор Чик Эдли Глоу, я показывала это уже в своем видео про покупки, но на тот момент я не была так сильно влюблена в эту вещь, потому что она делает какое-то, знаете, волшебство просто. Вот в чем состоит процедура моего ежедневного, значит, преображения. Я использую тональный крем, делаю брови, потом использую тушь, и, конечно же, я использую эту вещь и на щеки, и на губы, и получается просто максимально натуральный эффект, выглядящий очень благородно. Я всегда ношу ее с собой в сумочке. Всю весну я пользовалась вот таким карандашом от MAC оттенки Dervish. Да, это очень-очень крутой оттенок, который я люблю на своих губах. Мне нравятся мои губы, когда на них этот карандаш. Но в этом карандаше есть минус, и я знаю, что этот минус вижу не только я. Дело в том, что этот карандаш сушит губы. И если вы наносите его полностью на всю поверхность губ, то обязательно нужно увлажнить губы. Иначе получается просто нереальное какое-то зрелище. Ну вот, а увлажняю губы я бальзамом от EOS. Это просто сон наяву для меня запах. О боже, по-моему это кокосовое молоко или что-то такое. Запах просто офигенный, вкус ни в чем не уступает запаху. И хорошо увлажняет именно то, что надо для того, чтобы использовать карандашом. И последнее для губ, и вообще последнее из декоративки, это два блеска для губ от Victoria's Secret. Их я вроде тоже уже показывала в покупках, но у меня было очень много чего Victoria's Secret за 2015 год. С начала 2015 года. Но я не могу сказать, что уходовые средства Victoria's Secret, они каким-то волшебным образом действуют на кожу. Нет, они просто вкусно пахнут. И декоративная косметика у них тоже не отличается ничем таким особенным или чем-то очень крутым, как, например, для меня Dior. Но при этом вот эти вот блески для губ, это самое дешевое, что вы можете купить в их магазине. И при этом это самые мои любимые продукты от Victoria's Secret. Я просто в восторге от этих блесков. Если я и пользуюсь блесками, а это случается, ну, не то чтобы очень редко, но и не очень часто, я использую именно вот эти два блеска. Они просто идеальные. Какой-то жук прилетел на окошко всего. Один в оттенке Love Berry. Он такой, действительно, он дает розовинку такую, ну, легкую и очень красивую. И Candy Baby. И вот эти два блеска, это просто что-то нереальное. Они очень вкусно пахнут, они очень вкусные. И заметьте, что я люблю все, что вкусно. Ох, что-то беременность. Вот. И, да, отличные блески. Всем советую. Они очень хорошо увлажняют губы, кстати. И последние мои вообще самые просто бомбовские продукты, которые я открыла для себя. И это уход от PAYO. Я просто в полнейшем восторге от вот этой серии, как это, ну, это вообще-то не серия, но я называю это серией, потому что в тандеме вот эти три вещи, они просто идеальны для меня. В общем, рассказываю. Вот это вот гель для умывания, который, вы знаете, это не тот гель, который вы берете в ладошку, он пенится, 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 и вы его вот так вот вот втираете. Нет, он практически не пенится, но при этом он очень хорошо очищает кожу и просто шикарно смывает косметику. Если у вас стойкий макияж, придется два раза намылить, но, в общем, три нажатия, и мне хватает на все лицо. Мне очень нравится запах. Все-таки, что ни говорите, а уходовая косметика масс-маркет – это ни запах, ни консистенция, ни упаковка. Здесь же наоборот. Здесь просто потрясающий запах такой вот хорошего, дорогого парфюма. Просто действительно хорошее очищающее средство, которое ни в коем случае, конечно же, не сушит. Дальше. Дневной крем. Это, по-моему, у них крема с фруктовым кислотом или с чем-то. Есть еще маска из этой серии и что-то под глаза. Но под глаза у меня другой крем, а маски я люблю делать сама. Поэтому, значит, этот крем, он такой легкий, он увлажняет в течение всего дня. Он вообще не позволяет моей коже обзавестись хоть одной шелушкой. То есть это все, что для меня должен делать дневной крем, он делает. Из этой же линейки, все с теми же фруктами, это ночной крем, который работает совсем по-другому. У него совсем другая консистенция, разве что цвет и запах такой же. Он, вы знаете, цвет лица, он просто настолько ровный, настолько идеальный становится к утру, что он действительно как-то преображает кожу и питает ее. То есть вот именно вот то, чего моя кожа все эти годы ждала от покупных кремов, не от масел, от кремов, вот нашла я вот в этом креме Пайо. Вы знаете, самое интересное то, что Пайо, он считается очень хорошим, качественным люксом. Но при этом это далеко не самый дорогой люкс. То есть крем у них, допустим, вот этот крем, полная его стоимость будет не больше 2000 рублей. Я же покупала этот крем, ну, допустим, за 1200 рублей, 1100, потому что при желании всегда можно найти возможность купить дешевле, со скидкой, с карточкой или как угодно. Это один из немногих гелей для умывания, которые я просто доюзываю до конца обычно. Меня не хватает надолго, обычно я меняю средства, я потому что, ну, не могла я себе найти ничего, что мне бы нравилось. Я рассказала о всех своих фаворитах за зиму, весну и грядущее лето 2015 года. И очень довольна тем, что я наконец-то рассказала, очень хотела поделиться с вами своими маленькими женскими радостями и слабостями. Все, спасибо большое за просмотр, увидимся очень скоро, пока-пока.